Сенсационную находку сделали в Крыму. Археологи обнаружили тысячелетний склеп, о котором никто даже не подозревал. С момента последнего захоронения в усыпальницу ни разу не ступала нога человека. И она буквально застыла во времени. Вернуться в X век смогла Мэри Баддонс. Раскопки ведутся на территории бывшей воинской части. Археологические работы такого масштаба здесь проводятся впервые. Большевека ученые не имели доступа к этой земле. Одновременно специалисты копают на территории 35 тысяч квадратных метров. Этот грунт скрывает исторический слой в полторы тысячи лет. Археологи исследуют так называемую южную часть пригорода Херсонеса. До оборонительных стен античного города, сохранившегося до наших дней, рукой подать. О, вот это вот вещь. Вот это находка, да. Берем, берем. Прямо на наших глазах археологи обнаруживают необычный предмет. Ученые сразу фиксируют находку и определяют, что это вообще такое. Только что, прямо на ваших глазах, Валерий обнаружил фрагмент стеклянного браслета. Данил, прием, точка нужна. Мы сейчас будем ставить точку, то есть записывать ее координаты и глубину. Стеклянный браслет обнаружили на месте, где тысячу лет назад была печь для производства извести. Тут же рядом из земли появляется скелет козла. Но откуда он взялся, в гончарной, которую использовали для технических целей, предстоит еще выяснить. Было ли это какое-то ритуальное действие или просто избавились от мусора, мы пока что сказать не можем. Рассматриваем все варианты. Ну и, как вы видите, печь еще в процессе исследования. Эта земля таит еще много загадок. Беспрецедентный случай для такого памятника прошлого. Впечатляют его масштабы, его состояние. День за днем уникальные находки и открытия. И здесь мы предполагаем, вот как минимум, ну около пяти склепов. Вот они вдоль всего этого скального уступа сделаны. Уже раскопали два. Сохранность – идеальная редкая удача для ученых. И только у нашей съемочной группы есть уникальная возможность спуститься в гробницу, которой точно больше тысячи лет. Одна из недавних находок – раннехристианский склеп. Мы первые, кому позволили спуститься сюда. Хорошо, что я маленького роста. Археологи говорят, что склеп достаточно хорошо сохранился, не разграблены. Тут три лежанки и очень много костей. Все это человеческие останки. Людей хоронили практически друг на друга. Кости иногда убирали в сторону. И на деревянные дощечки укладывали усопшего. Они покоились крымской земле не меньше десятистолетия. Вернулись из глубин забвения вечного сна, чтобы открыть нам, людям 21 века, свои тайны. Отсутствие склепи предметов быта говорит о том, что здесь жили достаточно скромно. Но еще больше информации дают вот эти кресты. Два креста. Один внешний, который говорит время, когда начинает функционировать этот склеп. И плита, которая его закрывала. Этот некрополь окончательно в 10 веке замирает. За время раскопок археологи подняли с земли тысячи артефактов. В основном это монеты, фрагменты керамики, посуды, осколки стеклянных браслетов, светильники. Это фрагмент какой-то большой тоже чаши, ну с такой эротической сценой. После завершения работы здесь появится историко-археологический парк, где откроют археологический центр, детский гуманитарный лагерь, художественную школу. И, конечно, музей первых посетителей примут уже через три года. Мэри Бадун, Евгений Чураков. Известие специально для РЕН-ТВ. РЕН-ТВ.